Приветствую вас, друзья! Совсем недавно мной было выпущено видео из комментариями цикл «Самоучитель по иконописи», где я попытался показать весь процесс от раскрытия до написания лика, конечно же, в таком виде краткого обозревания. Это видео, как по мне, вызвало определенный интерес, что можно судить по количеству комментариев, да и просмотров в целом, поэтому я решил продолжить публикацию видео в таком формате, и сейчас у нас будет работа над иконой Казанской. Цикл будет состоять из нескольких видео, и вот предлагаю вашему вниманию первое видео — это стадия раскрытия. Ну что же, друзья, давайте приступим! Итак, передо мной заливкашенная доска аналойного формата, 30х40 ее размер, и сейчас вы видите, как я уже обвожу угольком готовый рисунок. Стоит отметить, что я не был оригинальным в выборе образца, и вместо творчества я просто взял готовый, конечно же, образец. Для учебных целей, я думаю, это не критично. И за основу я взял икону, написанную ребятами из творческого коллектива Свято-Илисоветинского монастыря, который находится в Беларуси. Ссылка на это изображение будет в описании этого видео. Перейдя по ней, вы сможете более детально рассмотреть само изображение. На мой взгляд, эта работа достаточно качественно исполнена, она чиста, она цветна. Здесь все достаточно интересно решено, как и в колорите, так и в рисунке. Все выглядит достаточно убедительно. Поэтому, собственно, я и выбрал данную работу. Касательно иконографии. Почему казанская? Потому что изображение относится к богородичной иконографии. И, как мы можем видеть, изображение Божьей Матери, так называемое оплечное. И здесь главный акцент делается на лик Божьей Матери. И, конечно же, работа над личным, я уже предвкушаю реакцию зрителей, наверняка вызовет очень большой интерес. Рисунок навожу с помощью угля. Сейчас делаю линию нимба. Также ее обвожу, намечаю. Сейчас буду делать аналогичное у Божьей Матери. Почему делаю углем? Потому что работа, напоминаю, учебная. И для меня она, в принципе, не составляет огромного труда, чтобы понимать, где будут размещены те или иные линии рисунка. Сейчас уже пошла работа с красками. Вот я достал эмульсию. Взял охру светлую. И вы можете смотреть параллельно, как идет замес колера. Еще добавил немножко белила титановые. И тщательно перемешиваю синтетической плоской кистью. Вот сейчас с помощью синтетической круглой кисти я начинаю потихонечку раскрывать фон иконы. Так как замес колера у меня был недостаточно большой и не хватило мне на нимб, я это чувствовал. Поэтому нимб Божьей Матери я не трогал. Сейчас идет замес колера для написания богородичного мафория. И он составляется из таких пигментов, как гематит. И немножко я туда еще даю красной охры для рыхлости первого красочного слоя. Таким образом, первый слой у меня будет таким интересным, фактурным, который будет просвечивать из-под последующих слоев гематитового колера. Для работы с мафорием я взял беличью кисть, у меня оказалась четверка. И потихонечку я раскрываю полностью все вот это пятно. Дальше взял снова эмульсии, поскольку буду замешивать следующий колер для работы с личным. Для замеса санкирного цвета я беру санкирную охру от производителя Скимин, а также туда добавляю охру светлую. Если пользоваться чистой охрой санкирной скиминовской, то тогда она очень дает темный оттенок, если набрать нормально достаточной плотности слой. Но с добавкой охры светлой мне удается немножко смягчить этот санкирный цвет. Тут очень важно делать такие вот мазки в правильном направлении и не сильно распыляться, чтобы не было как бы такое вот затюкивание мазков, чтобы слой он как-то выглядел целостно. Надо делать мазки уверенными, широкими. И, конечно, стараться делать переходы минимально заметными, то есть чтобы нахлёсты практически их не было. Чем больше нахлёстов, тем хуже в целом потом смотрится рисунок, тем он становится тяжелым. Сейчас я взял обыкновенную пластиковую палитру и на ней готовлю колер для одежды младенца. Для этого я взял охру красную, туда добавил кадмий жёлтый-золотистый и немножечко охры санкирной, харьковской. Той же кистью, которой я делал замес и раскрываю одежду. Также прохожусь по ленточкам мафория. Это такой край одежды мафория Божией Матери. Дальше снова достал специальную такую ёмкость отдельную и добавив эмульсии на основании охры светлой делаю ещё один замес колера для фона. Тут тщательно перемешиваю охру светлую и даю белило титановое. Сейчас уже стараюсь сделать замес колера побольше, так чтобы мне хватило и на нимб Божией Матери. Собственно, из нимба я начинаю раскрывать и дальше по первому слою фона уплотняю этим же колером. Делаю мазки кистью по форме, стараюсь всё делать по форме. Если речь идёт о полях, то это просто прямые мазки. Если речь о среднике, то вокруг нимба, по форме нимба, круговые такие вот мазки делаю кистью. Как можно было увидеть, после лёгкой просушки уже фон выглядит более набранным. Далее я снова достаю палитру и начинаю замес колера для рубашки спасителя. Для этого я беру красный цвет. По-моему, по старой памяти, это кремер венецианская красная, но с уверенностью точно я сказать не могу. И аналог по скимину я нашёл пигмент, который называется Росо Эрколано, что-то похожее. В этот пигмент я добавил немножко белил и получился цвет рубашки. Дальше я делаю замес для чипца Божьей Матери. Делаю это на основании пигмента охры красной и ультрамарина, сделав немножко такой тёмный фиолетовый, фиолетового оттенка, точнее сказать ультрамариновый, с оттенком, лёгким оттенком красноты. Цвет вот той же самой кистью я раскрыл. Дальше взял от скимина алый такой цвет, называется Чиноприно Чиаро. Ещё туда капельку охры красной, я немножко белил для плотности и получается у меня такие красные пятна под чипцом вокруг шеи Божьей Матери. Уплотняю участки. Сейчас после нанесения первого слоя, так как я не перетирал пигменты, естественно у меня немножко осталась где-то соринка, а где-то и крупная фракция самого пигмента, поэтому все вот эти недочёты я убираю с помощью обычного медицинского скальпеля, проходя по всей поверхности иконы. Далее я взял снова отдельную посудинку для замеса фона и кроме охры светлой и белил, я туда ещё добавил капельку чёрного цвета для того, чтобы не был сильно ярким, сильно жёлтым, таким цветным и вызывающим цвет фона. Что-то получилось такое сероватое. И снова теми же движениями, тоже кистью беличей, круглой четвёркой, я повторяю, уплотняю, собственно, весь слой по силуэту фигуры Божьей Матери и Младенца Спасителя. Можно замечать, благодаря ускоренному режиму таймлапса, что те участки, которые свежие, как они, выставают прямо на глазах. Дальше я работаю с мафорием, замешиваю снова цвет его на основании гематита и даю, как обычно, охры красной. Чуточку ещё добавлено было ультрамарина, дабы не было простым красным открытым мафорий, а чтобы как-то усложнился, чтобы немножко поинтересней он выглядел. И сейчас уплотняю вторым слоем пятна мафория. Также делаю мазки по форме. Сейчас снова замешиваю золотистый цвет Спасителя Младенца. Это охра красная, кадмий золотистый и охра санкирная, харьковская. И задача та же самая, немножко уплотнить и уменьшить светоносность левкаса под первым слоем. Также прохожусь по ленточкам богородичной одежды. Сейчас замешиваю цвет санкиря. Рецепт тот же самый. Охра санкирная с кимен плюс охра светлая. И уплотняю, уплотняю, добираю санкирные участки. Замечательно просто на свету видно, как бликует вот эта еще сырая жидкость краски. И виден процесс остывания. И видно, как меняется цвет, как он жухнет. Делаю сейчас замес в палитре для чипца. Ультрамарин. Капелька охры красной плюс белила. И также уплотняю, убираю светоносность левкаса. Делаю это той же кистью, которую я замешивал. Синтетика круглая. Дальше снова взял посуду, добавил эмульсии и буду работать над фоном. Замешиваю уже достаточное количество колера на основании охры светлой и белил. Здесь уже в последнем слое я не беру черный. И кистью синтетикой круглой, широкими достаточно мазками, вот так укрывисто покрываю последний, надеюсь, финишный слой. Хотя, как видно, краска свежая, она совсем не дает не тот эффект, который даст спустя сутки-две, когда уже полностью пигмент затвердеет под яичным желтком. Снова замешиваю охру светлую и белила и буду опять проходиться по фону. У меня остались такие дыры, такие вот очевидные переходы, тоновые переходы между мазками, между нахлёстами. К сожалению, под камеру этого не совсем видно, но невооруженным глазом это всё заметно. Поэтому ещё надо было лишний раз ещё одним слоем уплотнить всю площадь фона иконы. Хочется обратить внимание, что благодаря жирности яйца и его количеству вы можете регулировать фактуру мазка. То есть, чем больше желтка и меньше воды, тем у вас мазок послушнее становится на левкасе или на каком-то красочном слое. И наоборот. Сейчас я делаю колер для мафория и также, где ещё остались участки просвета левкаса, там где он ещё, колер не плотно набран, я буду сейчас добирать его. Рецепт тот же самый. Гематит плюс охра, немножко охра красной. И уже чуть-чуть больше добавил ультрамарина. Благодаря ультрамарину такая явная краснота пропадает и открытость вот этого красного оттенка. И цвет получается более таким глубоким, более тёмным таким, вишнёвым. Прохожусь по всем участкам одежды богородичного мафория. Достаточно обманчиво думать и предполагать, когда ещё слой свежий, что уже вроде бы как бы набрано. Но на самом деле, спустя даже маленькое время, там минут 15-20, уже когда пигмент садится, оказывается, что всё-таки ещё недостаточно, ещё необходимо лишний слой колера замешать и добрать цвет. Сейчас я работаю с цветом одежды спасителя и также замешиваю на том же самом рецепте. Охра красная, кадмий золотой и санкирная охра харьковская. Такое сочетание в рецепте даёт мне цвет достаточно такой интересный и нейтральный, потому что он отличается от красного и жёлтого. Задача у нас одежды спасителя состоит в том, чтобы на ней очень чётко и хорошо читались лучики, так называемый асист. Это традиционное такое название лучиков света. И так как лучики, они будут такие бледно-жёлтые, на основании кадмия светлого-жёлтого замешаны, то необходимо такой сделать и не сильно жёлтый для прочтения этих лучиков, и не сильно красный, поскольку и так и так красных в целом оттенков у нас достаточно уже много. И на одежде Божьей Матери в виде мафория и в виде внутренней стороны его, такого алого пятна. И ещё плюс рубашка у спасителя, она такая немножко фиолетового оттенка, но всё равно он красный. Сейчас я замешал колер для рубашки спасителя. Здесь я уже чуть-чуть больше, здесь я капельку добавил ультрамарина и совсем уже не добавлял белил. Хотя, возможно, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И на фоне всей работы, очевидным становится, хочется добрать ещё санкирный слой. Для этого я тоже беру тот же рецепт, охру санкирную плюс охру светлую, и снова прохожусь по местам, которые в этом нуждаются. Таким образом уже в целом выравнивается всё общее впечатление всех цветовых пятен на будущей иконе Божьей Матери Казанской. Далее я беру пластиковую палитру и на ней замешиваю телесный колер. Это уже я буду работать с личным. Но, друзья, не в этом видео, а уже в следующем. Поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поднимаем пальчик вверх, делимся со своими друзьями. Тем, кому интересно обучаться иконописи дистанционно, пожалуйста, обратите внимание на описание в этом видео, как это сделать. Ну и до следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok